В Чувашском государственном институте культуры и искусств стартовал проект «Культурное наследие Чувашии. Современная ретроспектива». В рамках проекта организовываются научно-практические конференции, мастер-классы по танцам, ремеслу, выставки, ярмарки и чувашских народных промыслов. Все это пройдет в три этапа. Завершится ярмаркой только в мае следующего года. Открылся проект мастер-классом танца древнего народа полуострова Таймыр. Кандидат к культурологии Уральского госуниверситета физкультуры Владимир Бичаол погрузил собравшихся в древний мир танца. Это самый северный народ, живущий в Таймырской тундре. Как кто и ждает балетмейстер, танец повторяет движения животных Арктики – оленя, медведя, рыбы и чайки. Так показывается связь человека с природой, характер и манера их поведения в быту. А то, что касается именно сохранения уникальной танцевальной культуры, перебытной, архаики, но этого сейчас уже нет. Если 70-е и 80-е годы прошлого столетия все-таки основной упор был на сохранение народного наследия, то в связи с глобализацией современного мирового сообщества мы утрачиваем это направление. На мастер-классе присутствовали студенты Института культуры, других высших заведений города и школьники. По словам участников, они получили массу впечатлений. Они смогли почувствовать красоту, смысл танца, а возможно и использовать эти движения в своих танцах. Мне больше всего понравилось движение оленя. Мне понравилось, как это делалось Миша. Это было незабываемо. Это тоже очень понравилось. И когда нам дали задание поучаствовать, там, этюд какой-то сделать из животных, я сразу выбрал, что я буду оленем. Владимир Бичио утверждает, что традиции малых народов еще не потеряны. По его словам, культура России богата малыми народами. Чтобы не забыть этого, нужно показывать ее молодежи. Состоится последний этап. Это фестиваль, где будут показаны мастер-классы ведущих специалистов, мастеров Чувашской Республики. Это будет лазоплетение, это будет плетение из соломки, опять же, Чувашская вышивка. Следующим этапом проекта станет конкурс детских художественных работ. Выставка-ярмарка Чувашских народных промыслов в феврале следующего года. А все это завершится в мае грандиозной ярмаркой перед Институтом культуры, куда съедутся все творческие активы Чувашской Республики. Алексей Иванов, Андрей Спиридонов, Республика.